Привет, мужики! Я вылез из тренажерного зала на свежий воздух. Сегодня есть очень крутая идея поговорить на одну очень важную тему. На тему отказов. Какие типы бывают отказов? И знаете, хочется не по-книжному, а рассказать свой опыт, который я пропустил через себя. И как я понимаю отказы. И рассказать вам о том, что работает точно на мне. И работает на тех, кого я тренировал. И очень часто какая-то испутаница по поводу отказов. Сколько нужно делать, как они должны выглядеть, в каких подходах. Я хочу это все сегодня прояснить. И видео будет коротким и интересным. Будут вопросы, потом зададите под видео. Итак, погнали! Я хочу для начала, чтобы мы выделили с вами так называемые типы мышечных волокон. И тренировки, тренировочные режимы, которые возникают в соответствии с этими типами мышечных волокон. О чем я говорю? У нас есть тренировка на выносливость. Когда мы тренируемся, например, на 15-20 повторов. И здесь работает другой тип волокон. Окислительные мышечные волокна. Красного цвета. Так вот, это один тип мышечных волокон. Теперь у нас еще есть с вами тренировка на силу. Когда мы тренируемся на 1-6 раз. И это тренировка на силу. Так называемые высокопороговые мышечные волокна. И третий тип, это те мышечные волокна, которые мы часто как раз и хотим гипертрофировать. Это гликолитические мышечные волокна. Но мы их тренируем обычно в промежутке 10-15 повторений. От 8 до 15 повторений. Так вот. В зависимости от этого я и хочу, чтобы мы с вами отвечали 3 типа отказов. Основных 3 типа отказов. То есть, которые мы достигаем, когда мы тренируемся на эти типы мышечных волокон. Если мы тренируем окислительные мышечные волокна на 20-25 повторений, то мы работаем с маленькими весами и мы тоже работаем до отказа. Но этот отказ, он должен быть у вас из-за ощущения закисления мышцы. То есть, когда вы через боль, вы просто уже не можете делать. И здесь включается ваш характер. Если вы сможете сделать через боль, например, хотя бы 10 повторений болевых таких с чувством сжения в мышцах, то это и есть отказные подходы, которые делаются до боли. Но отказ наступит у вас, когда вы не сможете терпеть уже больше боль в процессе выполнения упражнения. Это первый тип мышечного отказа. От боли из-за ощущения сжения в работающей мышце. Особенно в ногах. Это очень круто чувствуется. Я думаю, вы знаете, о чем я говорю. Так вот, это первый тип мышечного отказа. Вы не можете делать из-за того, что уже просто больно. Здесь нужно не сдаться на первых двух-трех повторений. То есть, здесь включается ваш характер. Вы должны сделать минимум 10 таких болевых повторов. Минимум 10. А чем больше, тем лучше. Здесь не бойтесь, ничего страшного с вами не случится, если вы сделаете максимально много таких болевых повторов. Это уже и от генетики, и от тренированности зависит. Есть люди, которые меньше подвержены этому закислачению, есть, которые больше. Но, в принципе, все так или иначе это чувствуют. Так, все. Первый тип отказа мы поняли. Двигаемся дальше. Теперь, если мы тренируемся на силу, если мы тренируемся на 1-3 раза, на 1-6, например, раз, да, то отказа, как такового, вообще не должно наступать у вас. Есть так называемые, я могу объяснить, когда вы должны остановиться, но это не такой отказ, как вы обычно, возможно, привыкли понимать. Когда вы тренируетесь на силу с большим весом, нужно остановиться в тот момент, когда вы почувствуете, что силы как будто бы стало меньше. Вот это ощущение, когда мощи такой нет. То есть вы делаете 1-3 повторения с большим весом, да? Хотя я такие тренировки вообще не делаю, но расскажу вам о них, может, вы их делаете. Потому что для моей комплекции нет большого смысла делать отказные силовые такие тренировки. Но если вы делаете, допустим, на 5-м повторении с тяжелым весом, вы почувствовали, что силы как будто бы стало чуть меньше, как будто бы мощь пропадает. Вот именно в этот момент вы должны остановиться. Именно это и есть ваш отказ. То есть вы не добиваетесь до самого, что вы не можете поднять вес уже, понимаете, самостоятельно. В силовом тренинге отказ просто будет вашу силу убивать. То есть вам нужно остановиться просто, когда мощь спала. Все, это второй тип отказа вашего. Итак, теперь самый главный тип отказа, который очень важно понимать, как это происходит. Вот этот отказ, он сложный, сложный понимание. Я постараюсь простым языком объяснить, как это работает на мне, чтобы вы поняли и четко различали, чем они отличаются. Так, когда вы работаете на гликолитическом мышечном волокне, то есть вы тренируетесь в диапазоне повторений примерно 8-15 повторений, вот в таком диапазоне вы должны дойти до отказа. И так вы должны делать каждый раз, если вы тренируетесь натурально, вы должны делать это каждый раз, каждую свою тренировку в каждом подходе. То есть не считая первые 2-3 разогревающих подхода, все остальные подходы вы должны сделать до отказа, до вот такого отказа. Итак, как он выглядит, этот отказ? Во-первых, самое главное, самое главное, о чем я хочу сказать, это вы работаете без напарника. Я понимаю, что вы сейчас нам скажете, в смысле без напарника? Ты что, братан, какой без напарника? Я же со своим друганом тренируюсь. Ребята, я долгое время тренировался с напарником, это очень круто, весело, действительно круто, есть там, поговорить можно о чем-то, просто братаны. Но когда я начал тренироваться сам, результат попер действительно другими темпами. И знаете, это совершенно другая тренировка, когда ты тренируешься сам. Сейчас объясню, почему отказные движения с напарником вам не нужны. Когда вы тренируетесь натурально, не равняйтесь на тех качков, которых вы видите на ютубе, которые огромные, которые выступают на соревнованиях, 130-140 кг рам веса, не равняйтесь на них. Те отказы, которые они могут себе позволить, ваш организм просто может не перетравить. Так вот, если вы делаете отказные подходы с напарником, то есть когда вас уже, вас бы уже придавило, если бы вы сами работали, но с напарником вы их вытягиваете эти разы, эти последние разы тяжелые, и напарник вам помогает, как будто там мизинчиками, двумя пальчиками, да, он помогает вам вытянуть этот вес, и так вы делаете три отказных повторов с напарником. Так вот, ребята, не нужно так сильно убивать свою клетку, мышечную клетку, не нужно так убивать ее сильно. Отказ должен наступить у вас из-за того, что вы сами не можете поднять вес. То есть вы работаете на 8-15 повторений, и вы просто сами не можете поднять этот вес уже. То есть если это гантели в жиме, вы просто гантели опустили вниз, и поднимая вверх, вы поднимаете, что это просто уже на сегодня это все. То есть если вы опустите ее еще раз, вы просто уже не вытянете этот вес. То есть вы тогда опустите вниз, и у вас просто руки придется бросить гантели на пол. вот это и есть состояние отказа до этого вы должны доходить каждом своем подходе в каждом подходе и обычно это два три может быть таких подхода на каждую группу мышечную за тренировку 23 примерно когда мы разогреваемся мы такого не делаем я думаю здесь все четко и понятно да чем я говорю теперь давайте расширим понятия что это скажу так для более продвинутых понятия вот этого отказа что может что можно здесь еще придумать если вы это морф как я да вы всю жизнь были худощавые вы высокий вы вес плохо набираете вы скорее вы потеряете чем наберете так вот из-за вашей скорости обмена веществ и энергии в организме вы очень быстро восстанавливаетесь даже на самой тренировке вы только что покачались вроде бы были уставшие были уже никакой нет сил абсолютно потом бамс пять минут прошло бы свежий как маргаритка да это про вас ребята это про меня тоже так вот вы можете сделать такой хитроумный приемчик очень хитроумный но только делайте его аккуратно пожалуйста что нужно сделать если вы это морф чтобы сделать отказ действительно правильно для себя один подход на каждую работающую мышцу то есть например на грудные да вот это люди грудные сегодня один раз вы за тренировку можете сделать такой отказ и так как будет выглядеть этот отказ этот отказ я называю его продленным отказом то есть вы сдавили до отказа вы не можете поднять вес выпустили котель в ее выжали вверх вы понимаете что если вы опустите вы уже не поднимете что вы делаете в этот момент это скорее всего самый последний подход в этой тренировке сегодня вы просто стоите держите гантеля на выпрямленных руках на прямых руках вы держите вес удерживаете его и 2-3 секунды отдыхаете после этого вы чуть-чуть отдохнули за 200 секунды актоморф успеет отдохнуть после этого вы опускаете вес выжимаете его еще раз Отдыхаете еще 2-3 секунды И опускаете вниз и выжимаете еще раз Вот так я советую сделать максимум 2-3 раза Не увлекайтесь этим, пожалуйста Но это нужно, чтобы продлить самодлительность вашего подхода И задействовать нужные мышечные волокна Это очень классный прием, хитроумный Но делайте только один раз, пожалуйста, за вашу тренировку На каждую работающую мышцу Так, это был продленный, продленный отказ Еще один тип отказа, который часто используют профи Которые очень заряжены витамишками Вы понимаете, да, о чем я говорю Но можно взять на вооружение такой тип отказов Для натурального атлета, да Такие, я надеюсь, вы смотрите мой канал Такой и я Этот отказ я называю глубокий отказ Что я имею ввиду? То есть вы работаете с весом Например, у вас там 26 килограмм гантели, да Вы выжимаете их на грудные Вы работаете, довели до отказа То есть больше вы вес поднимать сами не можете Без помощника, без напарника Сами выжать уже его не можете Вы бросаете этот вес И берете на процентов 30 вес меньше Может даже на 40% Примерно даже 50% от одного максимального подхода Выбираете вес И с этими гантелями вы дорабатываете опять до отказа То есть сразу же Сразу же после того подхода Вы бросаете, берете другие гантели и дорабатываете Таким образом вы как будто бы задействуете более, скажем так Глубоко лежащие волокна И более, скажем так Рекрутируете больше мышечных волокон, да И достигаете более глубокого отказа Вот я хочу сказать, что Можете использовать такой тип отказа Но опять же Максимум один раз за тренировку на одну работающую группу мышц И Не на все мышечные группы можно так делать, я бы так сказал Иногда Это будет перетренированность, понимаете Чтобы не было перетрена, чтобы вы себя не загнали в этот ступор Потому что ваш организм может не перетравить такой тип отказа И Это не принесет вам пользы И скорее всего После такой тренировки вы просто не вырастите Ваш организм будет восстанавливаться еще 2-3 недели Минимум, понимаете 3 недели После такой тренировки То есть вы должны Понять, что Когда вы сбросили вес после отказа И пытаетесь еще дальше работать Вы уже Просто добиваете клетки мышечные Которые в принципе не нужно так сильно нагружать Но если вы все-таки так делаете То Я так тоже иногда делаю Но ребята, я тренируюсь с 18 лет Или даже с 16 лет С 16 лет я тренируюсь То есть это уже больше 10 лет И Мой тренировочный опыт позволяет мне хорошо прочувствовать Чтобы не перенапрячь так сильно мышцу Что я делаю? После того, как я сбросил вес на меньший Я не довожу до отказа С меньшим весом То есть не так, чтобы я опять не могу уже делать вес поднимать С этим меньшим весом я делаю просто еще 3-4-5-6 раз Не знаю, как по ощущениям, да? Но не до отказа Возможно, это сложно Но вот еще раз перемотайте Прослушайте то, что я говорил Я вам предлагаю вариацию для натуралов Сбросили, уменьшили вес И доработали с ним не до отказа Больше С меньшим весом, да? Например Например, где можете это применить? Ну, как я делаю Например, я залез на турник, да? Я тренирую спину Я поподтягивался на турнике Со своим весом Понятное дело, перед этим мышцы были разогреты Где-то в другом упражнении Потому что на турнике Вы должны залазить только с разогревшими мышцами После турника я слезаю И сажусь за блок И делаю тягу блока сверху, да? С весом Меньше своего собственного веса То есть примерно Примерно 60% от максимума Я дорабатываю еще 5-6 раз И я делаю эти 5-6 раз Не до отказа Просто вдумайтесь в эту разницу О чем я говорю На турнике вы сделали до отказа А на блоках вы сделали не до отказа Вот основные вещи, которые Я думаю, должны наконец-то внести какое-то Понимание, как должны работать отказы Я хочу сейчас сказать еще в общем, да? Какой-то стратегии тренировок Но по поводу отказов это все Больше никаких типов отказа нет Главные вещи, которые, как сказать, вы сейчас должны уже были усвоить В целом, я хочу рассказать, что Почему так важен отказ Это вообще очень важное видео Мужики, очень важное Понимать это очень нужно Когда я начал так тренироваться 15 килограмм за год, ребята 15 килограмм для меня, для эктоморфа Это что-то невероятное Был набор Я не жирный Я набрал мышцами Сухими мышцами Это все абсолютно сухая мышца Я начал так тренироваться Попробуйте это Делайте подходы до отказа Не считая разогрева Почему так нужно делать? Если вы будете делать постоянно Жалеть себя, да? Останавливаться где-то за один-два подхода до конца Вы каждый раз будете топтаться на месте Смотрите, ваши мышцы У нее есть какой-то объем тренированности, да? Вы пришли на тренировку Вы взяли вес, который Обязательно вы ведете тетрадку Вы знаете, какой вам вес нужно брать Вы берете вес немножко больше, чем на прошлой тренировке На 2 килограмма минимум вы делаете больше вес Вы выжимаете этот вес Не просто заданное число раз Которое у вас в тетрадке написано Если вы написали себе, например Вы должны сделать 26 килограмм в жиме, лежа, гантелями На 8 раз в тетрадке Но сейчас вы делали на тренировке Вы сделали эти 8 раз и остановились Вы зря вообще пришли на тренировку Ребята, сделайте столько раз, сколько вы можете сделать То есть вы можете сделать эту тренировку в 12 раз Просто потому что вы спались Бабушка вам передала клубнички Вы поели клубнички И какая-то энергия просто появилась Используйте на максимум эту энергию в этот день Сделайте свои 26 раз на 12 раз Должны были 8, сделайте 12 на максимум Просто чтобы вы не могли уже поднять этот вес Это будет ориентиром Вы будете понимать, что сейчас вы сделали максимум, что вы могли Это ваш характер Вы должны выжать максимальный вес И максимально, сколько можете на этой тренировке Вот только тогда будет прогресс Потому что это единственный способ заставить вашу мышцу расти Она просто должна визжать от того, что это была новая нагрузка для нее А если вы делаете до отказа, это всегда новая нагрузка Понимаете, о чем я говорю? Поэтому отказы супер важны для натурального атлета Если вы слушаете твоих тренеров Я не тренер в тренажерном зале, понимаете? Я не собираюсь никого тренировать профессионально Я веб-разработчик, мне это не нужно Клиентов набирать себе Я вам просто говорю, как я тренируюсь Если вам тренер и ваш говорит Не нужны отказы, это не нужно делать Потому что это все не работает Не знаю, там, вы Перетрены будут и так далее Да никакого перетрена не будет Если вы будете делать отказы Без помощи напарника Правильные отказы Не будет перетрена, будет только прогресс постоянный Постоянный прогресс Они просто вас берегут Потому что если вы травмируетесь Если у вас тренер увидит, что вы где-то травмировали Что-то с вами произошло Ну, его могут уволить или потерять клиентов Он просто может боиться вам дать эту нагрузку А не нужно Вы же пришли в зал, чтобы результаты были А не просто потерять деньги Зачекиняться перед девчонками И подделать фоточки Вы должны получить результат в зале Вы поменяться внешне, да, хотите Это все возможно Просто не берегите себя так сильно Доработайте до отказа Получите результат И на следующий тренировок верните зал И опять доработайте до отказа Только так Никакого перетрена Я вам обещаю Просто не тренируйтесь очень часто Два раза в неделю То есть это более глобальные вопросы должны решаться Но в процессе одной тренировки Тренировка должна быть реально жесткой и до отказа Потому что это 100% работает Еще вот хочу сказать одну Одну маленькую тонкость Которую нужно тоже держать во внимании И на этом на сегодня будет все Буквально 2 минуты, ребята Ваше время не ищет Я хочу сказать о том Явлении, да Что отказы могут быть плавающими Что я имею ввиду? Опять же, у вас есть, например, тетрадка По которой вы делаете Ждете, фиксируете свои результаты И, допустим, на прошлой тренировке Вы работали с весом Пусть это будет приседания Вы делали 80 кг на 15 раз И вы достигали в этот момент отказа На 15 раз Вы приходите на следующую тренировку Вы хотите прицепить Больший вес, чем 80 кг Например, 80 уже 2 кг Сделать тоже 15 повторений Но уже в процессе тренировки Вы понимаете, что вы на 80 Уже вы не можете делать Для вас на этой тренировке 80 вес стал большим почему-то То есть на прошлой это было нормально Вы хотели повысить вес А он у вас упал на следующей тренировке вес Это не говорит о том Что у вас что-то неправильно С программой тренировочной Это не говорит о том Что вы что-то напутали И у вас идет неправильно Нет, ребята Я хочу, чтобы вы держали в голове Такое еще явление Как просто вы живой человек Вы тренируетесь не на медикаментах Вы тренируетесь натурально И вы должны постоянно быть пластичными Вы должны принимать решения В процессе подхода Понимаете? Это моментальное решение Это опыт Если вы в процессе подхода Понимаете, что это для вас Уже тяжелый подход И вы понимаете, что вы уже До отказа доходите С тем весом, которым раньше Вы могли делать больше Сделайте до отказа Опять этот подход Опять до отказа Если достигнете отказа Это и будет ваш прогресс Даже если это стал меньше вес Чем на прошлой неделе Понимаете? Вы могли просто, например Меньше поспать в тот день Или это просто конец весны И вам реально витаминчиков не хватает Или... Ну я не знаю Вы со своей девушкой, женой Чем-то занимались Пару дней до этого подряд, да? И энергии стало меньше Из-за этого Или же, например Вы просто много работали Или почему-то плохо поели Эти два дня То есть вот эти все факторы Для натурала Критично важны И сил может быть просто меньше На тренировке Вполне нормально Но если вы просто сделаете До отказа До такого, как я вам говорил То результат все равно будет Даже если вес был меньше Организм все равно получил Отказ с этой нагрузкой И это означает Что результат будет Понимаете, о чем я говорю? Все нормально И вы двигаетесь вперед И результаты будут впереди И скорее всего Они вырастут через неделю Просто чуть-чуть больше Чем вы ожидали Вот этот момент Очень важен И важно его понимать Все, ребята На сегодня все Я хочу вам пожелать Крутых результатов Подписывайтесь на мой канал За вопросы задавайте Если надо Под этим видео Или пишите мне в инстаграм И берегите себя Тренируйтесь тяжело Удачи!